За свои 84 года Мадине Бакировой пришлось пережить немало трудностей. Во время войны с семьей переехала в Таджикистан. В 90-е после смерти мужа вернулась на родину. После Елабужский дом престарелых. Единственное, что осталось, это вера. Ходили молиться в мечеть, читали намаз. Я постоянно была среди людей. Все меня очень любили. Потеря матери для Марьям Габдрафиковой стала настоящей трагедией. Она ухаживала за ней долгие годы, а после ее смерти не могла найти себе места. Тогда и услышали о новом проекте. Поехали в Елабугу в дом престарелых. Вернулись уже с Мадиной Апа. Ей понравилось у нас. Очень понравилось. На три дня пришла и вот так и осталась у нас. Как относим я уж, хорошо живем. Так бабушка стала своей. Габдрафиком им осталось только оформить документы. Есть определенные требования. Площадь жилья на человека более 15 квадратных метров. С этим проблем не было. Так у Мадины Бакировы появилась своя комната. Дочери Габдрафиковых живут отдельно со своими семьями, но и про бабушку не забывают. Пока мама на работе, приходит ее проведать. Она в свою очередь делится опытом. Хорошо проводим время, готовим вместе. Она как бы очень хорошо готовит, помогает, учит. Забота о гражданине пожилого возраста – это своего рода испытание. Это большая ответственность, так как у граждан пожилого возраста, в отличие от детей, уже устоявшийся характер, свои привычки. Но спустя три года можно констатировать, что данный проект с успехом реализуется в республике Татарстан. История Габдрафиковых тому подтверждение. Эти люди смогли подарить одинокой пожилой женщине самое главное – заботу, любовь и новую семью. Зарина Ахмедов, Ульшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.